Добрый вечер, дорогие друзья! Прошла еще одна неделя, мы с вами снова встречаемся. Сегодня у нас с вами в гостях человек, которого я не просто знаю, люблю много лет, а которого я с каждым годом люблю все больше и больше. Потому что выясняется, выясняется, что с годами новые любови приходят все меньше, а старые только укрепляются. Дина Рубин, Диночка, привет! Витя, как ты это хорошо сказал! Ты как писатель оценила? Я оценила как писатель, и я просто в восторге от этой речи. А ты скажи, насколько это еще по правде. Ты знаешь, это такая правда, трагическая правда. И так начинаешь пронзительно любить тех, кого ты знаешь много лет, что ты просто становишься просто старым маразматиком. И ты понимаешь, что души уже не хватает на новые какие-то радости, но старые углубляются так. Ну, я тебе хочу сказать, старческий маразм компенсируется укреплением любви. Это правда. Уже везде есть свои плюсы и свои минусы. Это точно, да. Вот, например, я тебя знаю столько лет и столько лет люблю, но я никогда не знал, что тебя назвали в честь Дины Дурбин. Для меня это было открытие. Это что, правда, что ли? Это абсолютная правда. Мама была влюблена в эту актрису. С ума сошли в 50-х годах называть девочку по имени американской актрисы? Нет, 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 нет. Это произошло не так. Просто когда мама в своих, так сказать, в конце 20-х смотрела эти фильмы, и она же пела как замечательно. Ты вообще помнишь эту женщину? Дину Дурбин. Очаровательная совершенно. Очаровательная совершенно. Но поразительно, что она дожила чуть ли не до 80-х годов. Просто ее перестали снимать. Тоже трагическая судьба. Помнишь, как она пела? Очень черные, очень страстные. И мама решила, что если когда-нибудь у нее будет дочка, то ее будут звать Дина. И так случилось, что у моего папы оказалась фамилия Рубин. До сих пор меня пенсионеры называют дорогая Дина Дурбин. Пишут они мне. Ну а что, приятно? Конечно, приятно. Приятно, тем более была очаровательная женщина совершенно. Я готова. Дин, а у тебя же был очень серьезный роман с музыкой. Мы об этом с тобой никогда не говорили. Ты была в этой студии последний раз 10 лет назад. Потом мы с тобой неоднократно еще виделись вне студии. Но ты никогда в студии не рассказывала, что у тебя был роман с музыкой, не состоявшийся роман. Нет, нет, видите, это был состоявшийся несчастный брак. Это был состоявшийся несчастный брак, который окончился, как и многие несчастные браки, разводом. Потому что я не только закончила специальную музыкальную школу при консерватории, я закончила консерваторию. И я играла, я исполнитель, я во всяком случае была, так сказать, отличным студентом. И, в общем-то, как это обычно бывает у женщин, которые расстаются после неудачного брака и спустя 30 лет вспоминают с неким сжатием сердца о своем первом неудавшейся браке. И по этому поводу иногда и плачут. Точно так же и я, когда попадаю в концертный зал... Скорбишь. Я скорблю, потому что это все-таки моя судьба. 17 лет отдыха музыка. Но там, понимаешь, что это хорошая аналогия с браком, но там можно все свалить на мужа. Здесь на музыку свалить практически невозможно. Это ты изменила. Я изменила, я изменила, я рассталась. Я изменила... Ты знаешь, когда Чехов говорил, что литература моя любовница, медицина, моя жена. Вот, литература оказалась все-таки моей семьей. Это оказалось очень-очень близким делом. И изменила я, конечно, с литературой. В 16 лет тебе первый раз напечатали, по-моему, в журнале «Юность». В журнале «Юность», да, 3 миллиона тираж. Да-да-да-да. Да, страшный тираж. Ты совсем была девчонкой? Ну, я была просто даже соплячкой. И слава богу, потому что я думаю, что мне бы это сильно вскружило голову, если бы это было, например, лет в 25. Вот как начинали многие молодые литераторы. А 15 с половиной, 16 лет, это совершенно бесчувственно. Это все равно, как Кирк Дуглас написал тебе на открытке, там что-то такое. Ты пробился в толпе, и он тебе там что-то такое написал. Вот это такой вот тираж, журнал «Юность». Витя Славкин, покойный, замечательный человек, который просто не выкинул в мусорную корзину, не выкинул тетрадку, которую прислала девчоночка. А девчонка писала, естественно, от руки ужасным своим почерком. И он прочел, Витя Славкин прочел, ломал глаза на этом ужасном почерке. Мало того, что прочел, еще напечатал. Он обошел редакцию и сказал, ребят, смотрите, девчонка, кто-то из Ташкента такой смешной рассказик написала. Должен был выкинуть в корзину. По всему. Абсолютно. А вот он вот так вот поступил. Мало того, он ведь сохранил эту тетрадочку. И спустя очень много лет, лет 30, в передаче «Своей старая квартира» он мне сказал, знаешь, Дина, у меня для тебя сюрприз, сказал. Он достал откуда-то из-под зада эту тетрадочку, и я не знаю, как я не разрыдалась в эфире. Он хранил эту тетрадку. Зачем? Оказывается, Витя много чего хранил. Я понимаю, в чем дело. Думаю о том, что, помнишь, как говорил персонаж любимый, причудливо тасуются колоды. Никто не знает, откуда что берется и куда что исчезает. Выброси, как полагается для каждого уважающегося редактора эти каракули в корзину, Славкин, никто не знает, как обернулась бы жизнь. Это точно. И многое я вспоминаю. Вот я сейчас уже многое вспоминаю, потому что я уже тоже такой аксакал, да? Скажем так. И вот я сейчас вспоминаю, ты помнишь ведь его «Взрослая дочь молодого человека»? Да, конечно. «Взрослая дочь молодого человека» – спектакль, который с огромным успехом шел. В каком он шел в театре? В Станиславском. Станиславского, да, совершенно точно. Васильев поставил. Это был бум, и Москва ломилась на этот спектакль. Я до сих пор помню, что я впервые оказалась в Москве. Девчонка, опять-таки соплячка. Там 20 лет они мне сделали командировку в журнал «Юность». И Витя поехал меня встречать, значит, в Шереметьево, нет, в Домодедово. Оттуда мы сели на автобус, как это положено. Никто еще тогда на машине не встречал. Мы сели на автобус, и всю дорогу он мне рассказывал содержание этой пьесы. Потому что он недавно ее закончил. А называлась она вначале «Дочь стиляги». И название дал Василий Аксенов, «Дочь стиляги». И вот он мне это подробно рассказывал. Дин, вот сейчас, когда, как ты говоришь, аксакал, сейчас, когда тебя перевели на 36 языков, на 40 языков, сейчас, когда тебя печатают в России больше, чем родных своих домотканных писателей, тебя, вражину с другой стороны... Израильскому тершиницу. Да, израильскому. Это вот после этого диктанта, который ты желупила, да? И назвал меня мэр города Ульяновска. Ну, я тебя поздравляю. Это серьезная похвала. Ну, в общем, это не похвала, так оно и есть. Ну, в общем, да. Я бы сказал, что это констатация факта. Да. Вот скажи мне, пожалуйста, вот такой глупый вопрос. Как ты думаешь, вот мы говорим о роли случая, если бы ты в 90-м году не подхватилась бы, не схватила монатки, и не уехала бы в Израиль на постоянное место жительства, ты бы состоялась в таком сумасшедшем совершенно качестве и объеме, как писатель, как произошло. Я понимаю, что история не терпится слагать на уклане. Я все это знаю, что бабушка, это тогда был бы дедушка. Но тем не менее, было бы в России, останься ты в Москве, был бы тот же эффект, как ты думаешь, или нет? Или тебе надо было прийти из-за угла? Ты знаешь, наверное, мне надо было даже не прийти из-за угла, свалиться на голову в 93-м году со своей впервые вот так вот напечатанной в Новом мире повестью об Израиле, о том, что такое эмиграция для нашего человека, вот нашего, как говорится, последнего человека, потому что, вспомни, тогда эмиграция воспринималась как? Значит, либо это эмиграция русская, 20-е годы, Париж, Берлин и так далее, или Набоков, либо это вдруг вот так вот пришедший Довлатов, Ефимов и так далее. И вот эта вот новая израильская эмиграция, мы называем это репатриацией, но смысл-то один. Конечно. Человек падает на новую землю, отбивает себе зад, и все, что у него имеется, встает на карачки и постепенно поднимается или не поднимается с этих карачек. И вот это была новая повесть во вратах твоих про отбитый зад, про эти карачки, про то, как на велосипедах странные люди в черных лапсердаках и с этими кудрями вдоль щек ездят во время войны в Персидском заливе и так далее. Все это было безумие, полное безумие. И читатели «Нового мира», они абсолютно охренели от этого, потому что это было что-то невероятно новое. И представляешь, что это была тогда за Россия? Что эта повесть попала в шорт-лист Букеровской премии. Сейчас бы она никуда уже не попала. Сейчас бы не попала никуда, но сейчас, может быть, попала по другой причине. Потому что сейчас Рубина – это уже такой, извини за выражение, тренд или бренд, я все время путаю, что чтобы не вышло из ее пера, будут лучше издательства российские драться за это. Ну, в общем, так оно и есть. Сейчас это такая реальность. Да, да. Ну, самые высокие тиражи, это правда. Но тебе надо было войти таким образом. Я вот думаю, останешься ты там со своими коллегами. Я не уверен, что был бы такой эффект. Более того, я знаешь, в чем не уверен? Я не уверен, опять, извини, по старой дружбе. Я не уверен, что ты бы так прогрессировала, как писатель. Останешь ты там. Потому что не сочти за комплимент. Каждый твой роман – это следующий уровень офигенного писательского мастерства. Спасибо, Витя, спасибо. Тут трудно говорить. Немного из того, что я читаю, понимаешь? Потому что такие вещи, как… Уже много лет прошло достаточно. Как «Голубка Кордовы», как «На солнечной стороне улицы». Ну да, «Почерк Леонарда», «Сидром Петрушки». Как «Почерк Леонарда», «Сидром Петрушки», в которую я вообще влюблен, потому что это волшебная книга. Спасибо. Да, ну и вот последняя моя трилогия «Русская канарейка», в которую вгрохано огромное количество жизни. Сил, души и, в общем, понятие о том, что мы для чего. Не знаю, смогла ли ты так писать. Я сама не знаю. На другой почве. Понятно, что эмиграция дает невероятную оплеуху гормональную. Просто гормональную, эмоциональную оплеуху. И тот, кто выдерживает, я даже не знаю, была… Вот если бы я была мужчиной, смогла бы я выдержать так? Потому что мужчина как-то иначе скроен, я имею в виду психологически. И только очень-очень сильные люди, ну я не имею в виду, конечно, программистов, которые находят работу, там, или врачей, которые сдают на экзамен и так далее. Но я имею в виду нас, бедолаг, всех этих гуманитариев, филологов, писателей, художников. Редко, когда мужик может всё-таки так вот выстоять, потому что тут нужна какая-то другая сила, родовая какая-то. Знаешь, вот эта тянущая, кошмарная, дикая боль, когда тебя разрубают топором изнутри, и ты должен всё-таки, должна всё-таки выдержать, потому что детей завтра надо кормить. Завтра их чем-то надо кормить. И поэтому утром ты идёшь мыть полы там где-то у кого-то, а потом ты садишься и думаешь, а вот этот диалог, который вот эта вот хозяйка, когда она у меня спросила, ты чем занимаешься в жизни, да, а я сказала, да. А она говорит, ну, а я рожаю детей. И всё. И мне стало всё понятно про эту страну. Ну, мы с тобой уже переместились в нашем разговоре в Израиль. Кстати, а что ты уехала? Ты же не... Ты что, у тебя волна подхватила? Знаешь... Ты же как бы в порядке была, тебя печатали. Да, я была автором четырёх книг, и, главное, я была членом Союза писателей, а это особая каста. Когда муж как раз вступил в Союз художников, и у него началась сумасшедшая карьера. Тогда русские художники страшно котировались, у него была выставка в Париже, в галерее «Урбан» и так далее. Понимаешь, у меня был замечательный дед, который всегда мне говорил, мамы говорил он, туда, где тебя любят, ходи нечасто, где не любят, ногой не ступи. Просто в те годы все наши остановки были обклеены разными воззваниями. То есть ты уехала со страху? Неа. Где не любят, ногой не ступи. Не могла я там оставаться больше. Чужое и неприятное, да. Ну, сейчас терпишь, хоть это чужое. Сейчас ты там ногой ступаешь постоянно, сейчас без тебя ни один литературный разговор не обходится. Сегодня ты один из самых знаменитых русских писателей. Хоть, конечно, с тобой произошло несчастье. Ты живёшь среди кого там? Там пиндосов, я всё время путаю. Или как это? Не-не-не-не-не. Израильдонов. Среди жидов. Среди жидов, да. Конечно, да. Ну, такое несчастье случайно. Но, в принципе-то это известнейший русский писатель. Один из самых широко печатающихся, издающихся. Ну, так сложились обстоятельства, да. Да, ну, вот несчастье такое. И что, и что? И ничего, ты ступаешь под ногой, где не любят. Так я же выступаю, у меня же за плечами Израиль, и наша армия, и наша разведка, и наша потрясающая наука, и так далее. Я обеспеченный капиталом человек. И когда у меня таксист... А ты чувствуешь, когда ты в Москве, ты чувствуешь, что на самом деле они тебе... Ты вот нормально, или ты ощущаешь, что вот под кожей статуи свободы, что на самом деле, на самом деле ненавидят? Нет, неправда. Что на самом деле чужая. Или ты чувствуешь себя в своей тарелке? Нет-нет-нет, про свою тарелку говорить уже не будем, потому что все-таки четверть века я живу в другой стране. И я не совсем уже кожей ощущаю, куда мне двигаться, потому что это не совсем мое пространство. Не забывай, я ведь родилась в Азии. Я азиатский человек, я человек колониальной закваски, я белый колонизатор, условно говоря. Я родилась в Ташкенте и прожила там 30 лет. В Москве я жила совсем немного, и Москва не мое пространство, и никогда не была моим пространством. Хотя, конечно, в юности, в Москву, в Москву все это, конечно, было. Понимаешь, я, скажем так, я всегда подчеркиваю, особенно когда я выступаю, что я прохожий человек. Я прохожий. Когда меня пытаются спросить что-то на политическую тему, я всегда говорю, друзья, я не могу руками разводить любые, так сказать, чужие проблемы. Вот, поэтому так. Но мои читатели, среди них замечательное, очень большое количество прекрасных, умнейших людей. Я получаю очень много писем. Вот для них я приезжаю, для них я выступаю и получаю в ответ такую большую теплую волну. Я имел в виду отношения с коллегами. Я имел в виду... Нет, коллег не существует. Коллег просто не существует. Ты не общаешься? Ну, скажем так, есть несколько писателей, которых я люблю, с которыми у меня хорошие душевные отношения. Там Александр Мелехов, например, замечательный человек и прекрасный писатель. И я, безусловно, я общаюсь, я пишу, я с удовольствием... То есть тебя в писательской, извини за это слово, тусовки нету? Нет, ну откуда взяться ей? Я живу сначала в иудейской пустыне, сейчас переехала в иудейские горы. Ну, абсолютно не тот человек. То есть ты там не своя? Нет, нет, никогда. Вот я хотел просто понять, насколько это, потому что... Никогда. Ну, одно дело, ты же понимаешь, записывать в ресторане ЦДЛ, и совсем другое дело, быть вот где я действительно была чужая, и страшно чужая. Это на книжной ярмарке в Лондоне несколько лет назад, когда я оказалась среди своих, так сказать, собратьев-писателей. Вот там я шерсть дыбом на мне стояла все, там, не знаю, три дня, пока я... Или, например, когда я с дуру приезжаю на, будучи в коротком списке, в шорт-листе, большой премии «Большая книга», когда я приезжаю с дуру, и этого больше не повторится, и поднимаюсь на сцену в ряду вот этих вот нескольких человек, которые в шорт-листе, и когда я понимаю, что мое имя не назовут, и каждый раз я себя спрашиваю, зачем же ты, старая дура, вообще прилетела в Москву, вот там, конечно, я ощущаю себя... Ну, ладно, ладно, ты «Большую книгу» тоже получил в 2007 году за «Солнечную сторону улицы» по-моему. Совершенно точно, но больше этого не повторится никогда, потому что Россия стала другой. Другой. Российский истеблишмент литературный, культурный, он стал другим. И поэтому, ну, надо и честь знать. Ну, что делать? Все нормально. Деться некуда. Это метрополия языка для тебя, это метрополия языка, хоть ты треснешь. О чем ты говоришь? Там замечательные таксисты, которые учат меня языку, которые иногда комплимент мне подбрасывают. Где вы живете-то? В Израиле? Сколько лет? 25 лет? У вас же неплохой русский язык. Молодцы. Красиво. Вот это красиво. А, кстати, что с русским языком? Я помню, ты 10 лет назад мне рассказывала, что ты здесь, в этой студии, кстати, что ты учредила орден русского языка для матерей, сохранивших русский язык у своих детей. Ты помнишь об этом? Ну, не совсем так. Да, с русским языком трагедия, конечно, совершенно точно. Вот у меня внучка, которая была хорошей русской девочкой, знала слова, там, я не знаю, спасибо, баба, можно мне, пожалуйста, вот, и всякое такое. Она пошла в израильский детский сад. И все, она превратилась в нормальную израильскую хабалу. Так что, лишить тебя ордена? Тобой же учрежденого? Я боюсь, что я сама уже давно его сняла, потому что, ну что я, нет, конечно, я по-русски говорю с ней, конечно. Но при этом она такое несет, что уши мои бедные, пожилые, они просто сворачиваются в трубочку. Дина, ты сама потеряла свой собственный орден, это безобразие. Ну, что делать? Что делать, когда они растут, как ромашки в поле. Ты помнишь, было, как два человека в Израиле встречаются, старые-старые, еще нашего с тобой замеса 90-х годов. Да. Двое встречаются, говорят, ты по России скучаешь? Говорят, а что мне по ней скучать, я же не еврей. Это точно, да, это известная, это известная анекдота. Та самая история. Это известная анекдота. Ну, есть, конечно, совершенно выдающиеся бабушки и дедушки, да. По моим подсчетам, к 2000 году или к 2001-2002 году ты за 10 лет, за 11, может, 12 лет в Израиле, ты, по-моему, издала порядка 30 книг. Я не ошибаюсь? Сейчас невозможно сосчитать. Ну, ты сама хоть знаешь, сколько ты написала? Нет, ну, сколько я написала, я приблизительно так себе представляю. Ну, примерно, скажи. Ну, у меня 9 романов, у меня очень большое количество, конечно, рассказов, у меня книга для детей. Я даже не буду вдаваться. Ну, много. Ну, много, да. Ну, а за эти 10 лет ты много чего написала и много чего издала. По моим подсчетам порядка 30 книг. Ну, где-то так, да. Для меня всегда была загадкой, почему ты вдруг решила поработать на государственной или на полугосударственной службе. Какого черта ты поехала в Москву работать в Сахнуте в 2001 году, когда ты уже была, что называется, в полном шоколаде как писатель? Тебе политкорректно ответить или честно? Нет, честно. Честно очень просто. Понимаешь, но ведь писатель, уважающий, любой уважающий себя писатель, это бандит, это гангстер. Это вообще человек безнравственный. Писатель и нравственность – это вещи взаимоисключающие. Ну, понятно. Поехала воровать темы. Я поехала в поисках свежей травки. Понимаешь, писатель, он как коза. Его куда-то вот привязали, и он выщипывает травку вокруг. К тому времени я прожила 10 лет в Израиле. И эта травка была мною выщипана. Я страстно хотела новые просторы. Я хотела новые темы. И это была другая Москва. Я прекрасно понимала, что это другая Москва, что это другая Россия. А это была возможность поездить. Я столько ездила тогда. Котомку в руки. И выступать, и в Одессу. И я изъездила все. Я изъездила все. Я видела каждый раз нового, свежего человека. Я видела новых таксистов. Это главное в моей жизни. Но результатом этой травки было не столько описание нового, увиденного тобой в российской жизни, сколько описание изнутри Сахнута в блестящей книге «Синдикат», которую, как я понимаю, Сахнут до сих пор простить не может. Знаешь, они простили, как-то сказать, им некуда деться, потому что меня надо иногда приглашать там где-то выступать и так далее. Но судить меня хотели. Они действительно собирались. Было собрано совмещание. Меня хотели судить в двух странах. В Москве, когда собрался целый синклит всех еврейских организаций. И в Израиле. Но в Израиле как бы это не читали. Ну, я имею в виду наши евритоговорящие начальники. Они не читали. Но некий умный человек сказал с чистой израильской, знаешь, такой брутальностью. Он сказал, а-а-а, сказал он, что вы хотите? Вы хотите, чтобы после суда она написала что-нибудь еще? Оставьте ее, чтобы она больше уже не писала. А в Москве выступил один из, надо сказать, прототипов в этом романе. И сказал, в отличие от всех вас, сказал он, я читал все книги Дины Рубиной, не только эту. Художник имеет право изображать действительность такой, какую он ее видит. Какой он ее видит. Оставьте ее в покое. И там вопрос с судом тоже был снят. Таким образом, я вышла сухой из воды. Но книжка-то, книжка-то блестящая. И книжка абсолютно поставившая точки над и, что если у кого-то еще были какие-то сомнения по поводу деятельности Сахнута, то твои книги, они были развеяны. Это ты показала организацию изнутри, такой, какая она есть. Вряд ли кто-то из здравомыслящих людей посчитал, что ты что-то приукрасила и что-то там не соответствует. Понятно, что ты, скорее, многое не договорила. Ты знаешь, что это не совсем такое. Это написано немножко в другой плоскости. И надо сказать, что как это неудивительно, я получала несколько писем из ЮНЕСКО и даже из ООН. И меня спрашивали, а в каких годах вы работали в нашей организации? Там все так точно. И я поняла, что там как-то, по-видимому, угадан мною принцип существования крупной международной вот этой вот корпорации, которая со своими чиновниками может быть как в той, так и в другой стране. Это существование гигантского, непотребного, как динозавра с крошечной головой вот этого чиновного аппарата. Ну, по-видимому, что-то было угадано. Переходим к следующему сцене допроса. Это, как это, Динка, это второй акт мармезонского балета. Мармезонского, да. Да. Фильмы. Ты в свое время очень... Я помню, ты очень... Я представляю, вот это удар под дых. Да, это под дых. Должен от тебя был что-то... А то все говорят, слишком он любит Рубину. Заподозрят еще в чем-то. И правильно сделают. Правильно сделают. Ну, конечно. Слушай, ты всегда негативно к этому относилась, и я это знаю от тебя лично. Ты уж не сердись, что я вытаскиваю свои личные знания о тебе в эту передачу. Буду и впредь это делать. Ну, да, пляска скелетов, да. Ты всегда относилась к этому, мягко говоря, негативно. Ну и что, изменились твои... Ты знаешь, Витя, вот выяснилось, что существует все-таки... Существует фильм «Любка», к которому зрители относятся очень хорошо. И, ну, смотри, писатель не может хорошо относиться к тому, что происходит на экране. Потому что... Как это... Кто это говорит? Вот это все здесь, да? Вот все это здесь. Это кость. Это все здесь. Внутри родилось. Я с этим жила, и я не могу смириться с этими героями. Даже такой, скажем, такая блистательная актриса, как Алиса Бруновна Фрейнлих, которая сыграла старуху в фильме «На Верхней Масловке». Она блистательно сыграла, она замечательная актриса, я ее очень люблю. Но то, что она типологически, физиологически не похожа на прототип, на героиню моей повести «На Верхней Масловке», это тоже как-то вот там вот капало, пока я смотрела. Ну, может, ты неправильно относишься к этому? Может, надо просто относиться к совершенно другому произведению, в другом жанре, который просто оттолкнулся от твоего литературного первоисточника и создал абсолютно отдельное произведение, не имеющее никакого отношения или имеющее весьма опосредованное отношение. Например, люди, которые очень хорошо знали и любили «Пикник на обочине», не приняли потрясающий фильм Тарковского «Сталкер», потому что к «Пикнику на обочине» практически отношения не имеет никакого. Это отдельное произведение, ты можешь его любить и не любить, но это отдельное произведение в другом жанре, созданное гениальным человеком, ну, скажем так, оттолкнувшись в какой-то степени. Совершенно точно. Возможно, это вот такая тайная нелюбовь, внутреннее противостояние произведению, которое создано другим человеком, потому что режиссер – это всегда творец. Писатель – это просто материал для этого. То, что написал писатель, то, что для меня трепетная суть произведения, рождён, придуманного мной, рождённого мной в страшных муках, то такой вот материал, компост, удобрение. Последний фильм, снятый по твоим произведениям, это был «Синдром Петрушки». «Синдром Петрушки», да. Что с этим фильмом? Ты понимаешь, там замечательная Чулкан Хаматова, которую я очень люблю, как актрису. Там замечательный Женя Миронов, которого я очень люблю, я считаю, выдающихся. Я считаю, выдающиеся два артиста. Это тоже ведь совсем другое произведение. Причём этот фильм взял гран-при на фестивале в Пекине. Но это тоже совершенно другое произведение. Это не мой роман. Это такая некая фантазия режиссёра. Ты работала с этим фильмом? Я не работала с этим фильмом. И, надо сказать, это моя вина. Я в то время писала «Русскую канарейку». И когда мне предложили самой писать сценарий, то я сказала, ребята, увольте. Я всего для двух фильмов своих писала. Для «Любки» и «На верхней масловке». Я писала сценарий. Вот, сама. Сейчас жалеешь, что отказалась? Ну, да нет, потому что я бы иначе тогда завязла бы. Ну, ты же знаешь, что такое сценарий. Боже мой, ты же сам прекрасно понимаешь. Ты же, так сказать, киношный, театральный человек. Ты понимаешь, что это сражение с целым синклитом разных людей. Конечно. Вот. И я отошла. Мне надо было чем-то пожертвовать. Я писала «Русскую канарейку», в которую просто погрязла на пять лет моей жизни. И я утонула в ней. Два моих внука родились, пока я писала этот роман. Вот. И поэтому это прошло как-то мимо меня. Ну, а потом я видела фильм, я смотрела фильм. Ну, ты понимаешь, это трагедия, когда в фильме нет Праги, нет Сахалина, нет Израиля. Я об этом хотел спросить. Это как бы все... Все очень просто, Витя. Какие-то важнейшие вещи, не то, что прошли вторым планом, они просто исчезли. Они исчезли, они исчезли. И самое главное, как для меня парадоксально, ты знаешь, для меня не столько Израиль, не столько Сахалин. Для меня исчезновение Праги было ударно. И Львова, и Львова, Прага, и Львова. Даже Праги впервые, потому что в Праге происходит, на мой взгляд, как бы вот самое главное. Да, 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 да. Я с этим так и не смогла смириться, не смогла смириться. Все было очень просто. Ты думаешь, это замысел режиссера, ни в коем случае. Или замысел сценариста, тоже ни в коем случае. Все очень просто. Деньги. Деньги. Бабки. Россия дала бабки. Это, так сказать, этот фильм, этот сценарий, этот сюжет был включен в список приоритетных гуманитарных проектов, кинопроектов и все. Знаешь, еще о чем давай поговорим? Вот когда я говорю, что каждый твой роман становится, на мой взгляд, не объективный взгляд, поскольку я тебя очень люблю. Все лучше и лучше. Ты становишься, ты давно уже писатель высочайшего уровня литературного. Спасибо. Я констатирую факт. Ты же знаешь, я не очень склонен к комплиментам, даже к друзьям. Скажи, я еще обратил внимание на одну характерную особенность. Может быть, она тебя обидит или разочарует, или наоборот, ты согласишься. У тебя практически в каждом новом романе присутствует детективный сюжет. Ты ловишь ситуацию романа обязательно с каким-то детективным началом. Это сознательное направление или это происходит само собой? Нет, это абсолютно сознательно. Я работала последние 10 лет, я работала сознательно в этом ключе. И даже помнишь, когда Остап приходит в какой-то там дом Сабеса искать стул, и они улыбаются друг другу. Голубой воришка и Остап. И дальше идет текст Ильфа и Петрова, текст авторов, что вот известно, это сказать, симфония Листа, когда написано, значит, Преста, а дальше еще быстрее, еще быстрее, быстро, как только можно, и все-таки еще быстрее. Когда я написала уже «Синдром Петрушки», я поняла, что, по-видимому, дальше невозможно работать в этом ключе. Я понимаю, что я хочу завладеть вниманием читателей, а это очень сложно сейчас в литературе. Что в этом плохого-то? Это же нормально. Ты знаешь, ну, существует какой-то градус. Ну, подожди, Дин, ну, давай так. Ты где-то и когда-то сказала, что, конечно, ошибка считать, что писатель пишет для читателей. Он пишет, потому что он хочет самовыразиться. А как уже это выстрелит, не выстрелит, другой вопрос. Здесь есть такое женско-писательское катетство, безусловно, потому что каждый писатель думает о том, будут его читать или нет. Как каждый рассказчик анекдотов думает, будут слушать его анекдот до конца и будут ли смеяться. Мне не может быть по барабану, когда я пишу. Если ты выстраиваешь сюжет с тем, чтобы привлечь читателя, чтобы он не мог оторваться, и что если в этом присутствует детективное начало, а что в этом плохого или стыдного? На мой взгляд, это абсолютно нормально. Если, кстати, взять величайших писателей, то везде детективная интрига в очень многих вещах прослеживается. Совершенно точно. Ты абсолютно прав. Более того, я тебе скажу. Я на самом деле всю жизнь мечтаю написать детектив. Чистый детектив. Потому что чистый детектив это не совсем... Скажи мне, а Голубка Кордова это не детектив? Это детектив? Это детектив, но не совсем. Все-таки не совсем. Хорошо, это философский детектив. Сейчас я тебе объясню. Дело в том, что настоящий детектив это шахматная партия. Это шахматная партия с очень точно рассчитанными ходами. Когда я пишу роман... Но это реверте. Это уже реверте. Не только, не только. И Агата Крести, и... Дело в том, что внутри каждого детектива, внутри вот этой партии, обязательно есть некий ход, такой тайный ход, который идет на поддавки в сюжете. И читатель это знает, и автор это знает. Он как бы подмигивает читателю и говорит, ты понимаешь, конечно, что этого не могло быть, но вот так вот мы с тобой договоримся. Вот это мне всегда мешает. И я понимаю, что чистый детектив, по-видимому, написать невозможно. Но конструкция детектива – это всегда безупречная конструкция для хорошего архитектурного сооружения. А роман обязан быть крепким архитектурным сооружением, потому что вы, конечно, можете и из саманных, так сказать, кирпичей построить лачугу, но небоскреб вы не можете построить из этого. Небоскреб – большое произведение. Вы обязаны вбить эти сваи. Вот и все. И я обязана была вбивать эти сваи. Сейчас я немножко думаю по-другому. Сейчас мне хочется сделать некий вдох. Вот сейчас то, что я пишу, это будет... То есть ты хочешь отпустить себя? Я хочу немножечко освободить себя от сюжета строения. Я хочу немножко побыть с читателем наедине. Немножко поговорить с ним о жизни. Расслабиться. Не то, что расслабиться. Хочешь немножко посидеть на кухне за душевной беседой? Не думая о конструкции. Я хочу втянуть его в очень серьезный разговор о нашей цивилизации, которая, на мой взгляд... Это последний роман? Это последняя вот такая большая повесть, которая, кстати, в которой присутствует и Америка тоже. Я и сюда и приехала, опять-таки, поэтому. И завтра поеду смотреть Бруклин, Брайтон, хотя, конечно, видела много раз, но видела много раз не этим взглядом, другим. Вот. Понимаешь, я хочу поговорить о том, как мы себя губим сейчас. Мы, люди. И это разговор слишком серьезный для крутого сюжета. Гин, а... Ну, нет, я не планировал об этом говорить. Но это ты меня завела. Так что ты виновата. Да. А эти твои разговоры, они кому-то нужны? Нет, нет. Мы с тобой сегодня сядем за бутылкой водки, мы, конечно, поговорим. Но ты... Те сумасшедшие тиражи, которыми сегодня выходит Рубина, и напечатают эту книжку, это кто-то читать будет? Кому-то твои эти разговоры относительно того, что с нами происходит, нужны? Или скажут, извини, я не хочу тебя обидеть. Или скажут, Рубина писала классные совершенно повести. Петрушку, Голубка Ордова, я всю ночь читал. Оттуда начнет это... Нет? Не боишься? Ты нажал на очень больную, так сказать, мозоль. Но на это надо было решиться, понимаешь? Конечно, об этом страшно думать, безусловно. Мало того, в жизни каждого писателя существует... Ты помнишь Ромена Гори, который вдруг посреди сияющей славы Вдруг изменил псевдоним и стал писать под именем Эмиль Ажар. И второй раз получил Ганкуровскую премию на этом. Я к чему говорю? По-видимому, иногда надо коренным образом измениться. Измениться как писатель. Я не хочу, так сказать, пугать моих читателей. Но, кроме всего прочего, я очень верю моим читателям. Я верю. Я получаю письма от них. И иногда из какой-то деревни под Новгородом от колхозницы бывшей приходит такое письмо, что просто у меня занимается дыхание, и я долго сижу и думаю, что я ей могу написать, как мне ей ответить. Такая вот Вера Чернова, существующий человек. То есть ты пошла на сознательный риск? Я пошла на... То есть это не потому, что так получилось, а ты все взвесила, подумала и решила рискнуть? Видите, я пишу больше 40 лет. У меня уже под грифом «вот так получилось» ничего не проходит. Я все-таки эти табуретки делаю очень много лет. Да, я решилась на это. Поговорить на каком-то другом... в другом темпе, скажем так. Ну да, не на другом уровне, в другом темпе. Именно в темпе в другом. Да. Вот видишь как? Не устаешь. Устаю, но хватаю себя за шиворот и волоку дальше по этой дороге. Потому что как только писатель останавливается, он заканчивается. А скажи, Дин, все проще и проще или все тяжелее и тяжелее? С одной стороны, рука набита, с другой стороны... Невероятно тяжелее. Видите, именно от того, что рука набита. И я понимаю, что я могу написать, в принципе, сейчас о чем угодно. Я прихожу к маме в дом для престарелых. В очень хороший дом для престарелых. И я вижу некую женщину, которую... Она еле передвигается, да. И я вижу новый сюжет. И я понимаю, что я не могу об этом писать. Я должна поставить заслон. Тяжелее, труднее. Скажи, Израиль стал домом за эти четверть века? Да, безусловно. Там живут мои дети. Нет, нет. То, что... Нет, нет, нет. А там, где живут дети, там и дом. Не хватай блесну. Я, знаешь, помню это замечательное выражение, где кошка, там и дом. Или еще у Эдика Кузнецова было замечательное определение родины, не знаешь? Родина – это там, где есть с кем пропить заработанные деньги. Ха-ха-ха, замечательный блеск. Блеск. Я знаю, что для детей, я знаю, что дом для тебя. Ты себя, для тебя этот дом абстрагируешься от детей, от кошки, даже от мужа. От мужа трудно абстрагироваться. Я понимаю, постарайся. И от собаки, и от мужа. Ради меня. Собаку можешь оставить. Витя, это, конечно, дом, просто потому что я знаю, где что находится. Я знаю, куда мне пойти. Я знаю, кого спросить. И главное, я на этом языке могу пошутить с тем же самым таксистом. Я слишком часто употребляю. Я вспоминаю этот персонаж слишком часто. А бывает, что ты думаешь на иврите? Пожалуй, да вряд ли. Потому что, понимаешь, на инстинктивном уровне мой русский язык в снах, в мыслях, он остается все-таки инструментом очень отточенным. Очень отточенным. Я даже дико раздражаюсь, когда уже сейчас в России меня заваливают какими-то странными словами. Ничего, что я вас перебиваю в интерактиве. Товарищ Пупкин озвучил. Вот это ужас. Я тут вообще падаю в обморок просто. А когда она нам объяснила о том, вот этот вот оборот, она прокомментировала о том, что... Вот это полный ужас и кошмар. Но там я существую в другом языковом пространстве в Израиле. В другом языковом пространстве. Это как бы моя такая вот... Ниша. Ниша. И я знаю, как к кому обратиться. Но, понимаешь, мне трудно очень говорить о доме вообще. О доме, потому что, вспомни, я опять напоминаю, я родилась в Ташкенте, я оттуда уехала, я оставила этот дом. Он перестал быть моим домом. Туда другие люди какие-то вселились. Да, но ты же не Иосиф Лавий, ты не человек вселенной, ты израильтянка. Нет, 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 я израильтянка, я безусловно израильтянка, конечно. Скажем так, вот сейчас, если думать о том, о ком болит сердце, вот о ком болит сердце, о чем болит сердце, о чем ярость иногда кидается вообще вот в глаза, так что ты сквозь эту кровавую пелену не видишь ничего, это, конечно, Израиль. Это, конечно, безусловно, Израиль. Тогда, значит, вот так оно и есть. Тогда, да, когда пробивает вот эта пелена, это я хорошо знаю. Бешенство, бешенство. Бешенство и ненависть, и желание взять в руки автомат, да, тогда да. Ну, дубину, скажем так. Или в лучшем случае дубину. Да, да, да. Твой муж, прекрасный художник, Боря. Я знаю, что он оформлял очень многие твои книги. Да. Твоя дочка, она тебе уже сколько, двоих внуков? Она родила двоих внуков, она археолог, тоже очень интересная. Посмотри, какие чудесные развалины, как это красиво, я не умею поразвалили. Совсем недавно я читал, как эта девочка пошла в армию. Да, 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 она закончила армию, она очень серьезный человек в этой области, даже не могу сказать. А они тебя не сагитировали? Они, насколько мне известно, люди религиозные по-настоящему, а ты такая вся светская из себя. Они работают над тобой или нет? Ты знаешь, моя пятилетняя внучка говорит, у меня папа нерелигиозный, а мама религиозная. А мама сказала, когда я вырасту, я смогу выбрать. Я, наверное, выберу быть нерелигиозной. Почему, спросила я, это так прекрасно, шаббат, зажигание свечей, так красиво. Она говорит, да, но я хочу всегда ездить, когда я хочу, а не только тогда, когда можно. То есть, несмотря на то, что ты восточная женщина, которая должна следовать по всем канонам восточной женщины, ты не поддаешься, тебя не обработали ни муж, ни дочь. Я просто думаю, что тому, кто там вот тот великий, невообразимый, ужасный и прекрасный, ему абсолютно все равно. Буду я включать в подъезде свет, чтобы не сломать ногу. Так, я понимаю, что ты продолжаешь дискуссию с Борей и с Евой сейчас. Ну, приблизительно так. Сейчас они это смотрят и говорят, ай, мама, все-таки в своем репертуаре. Опять она. Думаю, да. Думаю, да. Ты с годами хоть чуть-чуть потерял свою пунктуальность. Ты же действительно стойкий оловянный солдатик, насколько я тебя знаю. У тебя все должно быть вовремя, все должно быть на местах, не минуты опоздания. Вообще есть подозрение, что ты немка, а не еврейка. Думаю, что да. Ты знаешь, все-таки от своего знака зодиака никуда не денешься, а девы – это дева. И они становятся только суши, только принципиальнее, только въедливее и невыносимее с возрастом. Все тяжелее, тяжелее. Все тяжелее. Я этого не замечаю. Ну, только мой святой муж может. Нет, почему я еще не замечаю. Витенька, мы с тобой не пробовали существовать в одном доме. Не зарекайся. Поэтому, нет, все-таки я, конечно, становлюсь все тяжелее, все мрачнее с возрастом. Это нормально, это гороскоп делал. А в астрологию веришь? Верю, потому что, по-видимому, там что-то выстраивается не зря. Верю, верю, верю. Все мы ходим под какими-то интересными сочетаниями созвездия. Ну, расскажи нам тогда, раз ты веришь в астрологию, тогда расскажи нам, что нас ждет. Что будет там? Что будет, или как там говорят, чем сердце успокоится? Чем сердце успокоится. Ну, во-первых, можно догадаться, куда мы все идем, это понятно. Мы как бы, понятно, движемся. Не ругайся в передаче. Все будет хорошо. И я спокойно выхожу из ее, так сказать, квартиры и внутренне думаю, ну, как-нибудь обойдется. Но обходилось же в 15-м, в 17-м веке. Правда, в середине 20-го не обошлось. Не обошлось во многих случаях. Но все-таки душа просит. Сердце как-то очень хочет, чтобы для наших внуков, для твоих, для моих как-то обошлось. Вот как-то было все-таки лучше. То есть я понял твое увлечение астрологией. Ты выбираешь себе гадалку, астролога, примерно как такие люди выбирают себе врача. Вот это говорит, что хана, это говорит, что хана, это плохие врачи. А это сказал старик, да ничего страшного. Это святые слова. Примешь эти две таблетки, будешь новый человек. Отлично. И эти таблетки я принимаю. И ничего, ты же видишь, жива, значит, все правильно и все хорошо. Помогает работать? Очень помогает работать. Для работы мне нужно быть спокойной. Для работы мне нужно, чтобы никто не звонил. И как я уже не люблю все эти утренние звонки. Я звонок только от дочери, вот и от сына принимаю. Все в порядке, оставьте меня в покое. Все. И пошла с чашечкой кофе к компьютеру. Вот так. У тебя есть какая-то норма, которую ты себе установила, как многие писатели. Я должен в день написать столько-то страниц. Или сейчас компьютер говорит, столько-то слов, столько-то знаков, с пробелами или без пробелов. Пока эту норму не выполняю, я от компьютера не встаю. Нет, Витенька, я, конечно, дева, но не настолько. Но не настолько. Я всегда прислушиваюсь к тому, что нужно, но сидеть за компьютером обязана. Ты можешь не выдавать текст, это уж как получится. Что там у тебя сегодня, что за настроение, что за физиология и так далее. Но сидеть должна, старуха, сядь и пиши. Как говорил мой папа, работай, негр. Я извиняюсь, что в этой программе я употребляю это слово, но это строчка из песни. Помнишь? Работай, негр, солнце еще высоко. И я когда звонила ему, он, к сожалению, ушел 4 года назад. Я ему звонила перед этим. Я говорила, пап, так, давление, как то все? Он говорит, так, все нормально, работай, негр. Я говорила, папа, мне 60 лет, я написала хреново тучи книг. Когда ты, наконец, меня оставишь в покое? Он говорил, иди работай. И все. А ты знаешь, что ведь выясняется на самом деле, что это очень не просто правильно, это же мудро. Это держит. Потому что это же единственное, что держит на плаву. Скрепа, скрепа наша, работа наша скрепа. Это же спасение. Да, конечно. От всего. Да. Ты знаешь, особенно для мужиков. Вот я сейчас вижу, да, когда, например, нужно куда-то идти, и что-то такое. И Борис, скажем, не поднимался в мастерскую сегодня. И он уже к вечеру хандрит, и раздражается, и нервничает. Я ему говорю, так, все, завтра с утра иди, ты свободен. Ну как же ты, я же тебе должен помочь. Я говорю, свободен, иди работай. И все. И восстанавливается настроение, и человек готов жить дальше. Вышел целый день, промучился, проработал, и вышел отдохнувшим. Совершенно точно. Удивительно точно ты это как-то так обрисовал. Именно так. И настроение очень улучшается, когда проработаешь. Динга, а ты в литературу тоже прячешься от невзгод или нет? Ты знаешь, я просто в ней живу последние лет сорок. Наоборот, я так высовываюсь иногда и смотрю, что там, как в том, не дай бог, анекдоте, да, с двумя, значит, да. Ну не будем, в общем, вспоминать. Ну, в общем, я уже вспомнил. А это наша родина, сынок. Просто в ней и сидим. Неважно там, как. Сидим. Сидим и работаем. Конечно, вообще современный человек, который живет под дикими ветрами, тайфунами, какого-нибудь урагана Мэтью, он живет под этим валом, шквалом, селем этой информации, которая ему на самом деле совершенно не нужна, да. Он, ему нужно куда-то спрятаться. Вот ты прячешься на своем озеро, в доме, да, на своем озере. Я, опять-таки, вот просто выбросила, выбросила телевизор, радио. Для меня это просто не существует все. Я прячусь в работе. Ну, а вот человек бедный, несчастный, вот он приходит с работы. Ну, где ему, куда ему? Тоже человек где-то прячется. Ну, хорошо, а тебя не пугает, что ты выпадаешь из мира, в котором ты находишься, как человек, а как писатель? Вот ты выбросила радио, выбросила телевизор, выбросила газеты. Кстати, еще великий Саша Черный писал, да, все бандероли не вскрывай, их бросайте за буфет, если хотите быть нормальным человеком. Потому что газеты читать – это смертоубийство. Ты сам отвечал на этот вопрос. Ну, тогда еще не было интернета, не было телевизора. Нет, нет, я себя чувствую... Но ты как бы выпадаешь из происходящего. Ты знаешь, нет, я не выпадаю, конечно, потому что, как израильтянин, нормальный израильтянин, как израильтянка, я, конечно, первым делом включаю ленту новостей, нигде ли не взорвалось. А лента новостей – это как бы вот так, 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 по этому самому все, все, иди. И все. Нет, ну вот когда на дереве за моим балконом вдруг усаживаются семь зеленых попугаев, пока я вешаю белье после стирки, я чувствую в самом яблочке мира себя. И когда они переругиваются вот так, как семь евреев, значит, у дверей синагоги, вот тут я растворяюсь, я понимаю, что я живу в правильном месте и смотрю на правильные вещи и думаю о правильных вещах. Вот это очень точно. Как ты говоришь, живу в правильном месте, смотрю на правильные вещи и думаю о правильных вещах. Надо поставить эпиграфом тебе какой-то книги, если ты это еще нигде не запузырила. Нет, это сейчас экспромт. Да, я бы на том месте этот экспромт бы сохранил, он дорогого стоит. Как говорят в Одессе, вы таки будете смеяться, но наше свое время заканчивается. Увы. Ты знаешь, чем заканчивается передача, будучи постоянным зрителем при отсутствии телевидения, несмотря на это. Давай, что будешь читать. Ты знаешь, поскольку я работаю над повестью о любви, и я понимаю, что весь наш мир и наша жизнь – это жажда любви, которая совершенно не подвластна возрасту, абсолютно. Я прочту мое любимое стихотворение моего любимого поэта Бориса Слуцкого, мне кажется, недооцененного. Я прочту стихотворение, которое время от времени повторяю, особенно с возрастом. Старуха старику кричит по телефону. Про что она кричит? Она кричит про то, чтобы он не смел гулять. Ну, разве по балкону? И то, закутавшись в осеннее пальто. «Поаккуратней двери запирай!» Кричит она с такой грозной силой. А мне все слышится, не умирай. Живи, пожалуйста, мой милый, милый. Отрезающий поэт был. Выдающийся. Дин, спасибо тебе за Слуцкого. Спасибо за то, что выбрала время и пришла. Хотелось бы с тобой не только в студии, но и в жизни встречаться почаще, чем мы встречаемся. Хотя в жизни получается пока тьфу-тьфу-тьфу почаще, чем в студии. Я тебе желаю радости и творчества. Спасибо, Дин, спасибо. А еще я хочу тебе пожелать, чтобы все твои риски были оправданы. Потому что у меня есть абсолютная убежденность в том, что за что бы ты ни взялась, за какой жанр ты бы ни взялась, как бы ты ни изменила подход к следующему разговору с читателем, этот разговор всегда будет захватывающим, интересным. И огромное количество людей захотят принять участие в этом разговоре. Потому что ты безумно талантливый человек. Витя, спасибо. Очень много авансов ты мне раздал. Ну, видишь ли, в чем дело. Придется возвращать. Ну да, вот я сейчас забыто как раз и думала. Тебе большая теперь ответственность. Спасибо, дорогой. Спасибо. И оставайся, пожалуйста, не забудь в правильном месте, с правильными мыслями и с правильными действиями. Спасибо, дорогой. Спасибо тебе большое. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Спасибо, что вы этот час были с нами. До встречи через неделю. Будьте, пожалуйста, благополучны. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!